Привет, друзья! Достаточно часто мне задают вопрос, что должен знать начинающий фронтендер, чтобы получить свою первую работу? Какие требования выставляют компании к junior фронтенд разработчикам? Сегодня мы с вами как раз разберемся в этом. А если досмотрите это видео до конца, то не только узнаете какие требования выставляют компании к junior веб-девелоперам, но и получите от меня приятный подарок. Уверен, вы оцените мои старания для вас. Если вы на нашем канале впервые, то рекомендую прямо сейчас подписаться, у нас тут выходят каждую неделю полезные видео про фронтенд. С вами Сергей Пузынков и вы смотрите Фронтенд Сайенс. Войдите. Добрый день. Да, добрый день. Я видел объявление, вы все в этом видео выставляете себе разработчика ищите? Да, ищем. О, клево. Я это сайт класса делал в Dream Viewer и книжку по HTML листал. Вау, класс. Ты нанят. Выходишь завтра утром. Добрый день. Да, добрый. Я видел у вас открыта вакансия на фронтенд трении. Я именно тот, кто вам нужен. Я в совершенстве знаю HTML, CSS, Responsive и адаптивная верстка под все устройства при процессоре LES, SAS, Stylus, PostCSS. Знаю JavaScript и все современные фичи из ECMAScript 6+. В совершенстве знаю React, Redux. Пишу на TypeScript. Также разрабатывал проекты на Node.js. Вот, возьмите, пожалуйста, мое резюме. Там все подробно расписано по технологиям. Также там мое портфолио с продакшенными работами и ссылки на опенсорс проекты, в которых я участвовал. Окей, мы вам позвоним. Жесть. Вообще нет опыта работы с докером, с настройкой CI, CD. Из фреймворков всего лишь только один React. С GraphQL вообще не работал. Не знает ничего про базы данных. Комик, на что он вообще рассчитывает? Знакомо, друзья. Кто-то с подобным сталкивался на личном опыте, а остальных запугали те первые. Это все утрировано, конечно. Но разница в требованиях действительно сейчас очень громадная по сравнению с началом 2000-х. Сейчас есть достаточно много различной статистики по поводу того, какие технологии сейчас востребованы или какие инструменты популярны среди разработчиков. Но такие подборки не дают понимания, какие именно требования выставляются для junior фронтенд разработчиков, что именно хотят от соискателей. И самое главное, еще важно, чтобы эти подборки были актуальны именно для нашего рынка, потому что на западном рынке картина совсем другая. Давайте же разберемся, что должен знать junior фронтенд девелопер в 2021 году. Я провел анализ вакансий на junior и trainee фронтенд девелопер. Для тех, кто не знает, trainee это стажер. И исследовал я рынки Украины, России и Беларуси. И я вам честно скажу, некоторые моменты, которые я накопал, для меня лично были открытием. Я совсем не ожидал такого. Итак, по результатам моего исследования, первое место занимает требование, это знание HTML-CSS. При этом работодатель изначально подразумевает, что вы знаете, что такое responsive адаптивная верстка. То есть вы сможете сделать сайт, который будет работать под различные разрешения на различных устройствах. Пол и аутам надо знать хотя бы для простых раскладок, как их реализовать с помощью флексбокса или гридов. Только в половине вакансий было указано требование по знанию препроцессоров типа SAS или LES. Однако мне кажется, что во второй половине работодатель подразумевает знания препроцессоров по умолчанию. Но пугаться тут не стоит. От junior front-end девелоперов никто не будет требовать каких-то супер глубоких знаний препроцессоров. Я думаю, достаточно знать только вложенность, инклюды и работу с переменными. Есть вакансии, на которых верстка это совсем не главное. Но разбираться с HTML-CSS вам все равно придется. Едем дальше. Второе главное требование это, конечно же, JavaScript. И да, от вас изначально требуется знание современного стандарта ECMAScript 6 и выше. Опять же, не стоит пугаться раньше времени. На junior позицию от вас никто не будет требовать знания генераторов, сетов и мапов. Но вот понимание блочной области видимости, разницы между LED, VAR и CONST, поведение WIS внутри стрелочной функции, это как раз то, что вас могут спросить. По тем вакансиям, что я смотрел, многие работодатели хотят, чтобы у разработчика было понимание, как работать со синхронным кодом, умение работать с промисами. В эту же корзину уходит Fetch API. То есть вы должны уметь сделать запрос на какой-то сервер, получить данные и обработать их. Плюс вам надо разбираться в том, как работают ивенты в JavaScript. И хотя бы на базовом уровне понимать, что такое дом и что в нем хранится. И да, примерно третий работодателей хотят видеть знания по ООП, и поэтому обязательно на собеседованиях спросят что-нибудь про прототипы. Третий в нашем списке это Git. От начинающего разработчика хотят понимания, как работать с этой системой контроля версии. Знания каких-то базовых операций. Как создать ветку, как закоммититься, как запушить эту ветку в удаленной репозитории, там создать пул реквест. Часть работодателей явно указывает, что работа с Git из консоли будет плюсом. Как видите, ничего сверхъестественного, но знание как работать с Git as must. Четвертый в нашем списке это Framework. И тут конечно же с гигантским отрывом лидирует React. Да, многие работодатели пишут, что готовы рассмотреть кандидатов с опытом работы на любом из фреймворков. То есть React, Angular или Vue. Но потом на проекте придется все равно работать на React. Есть очень много вакансий на рынке с жестким требованием конкретного фреймворка. И если вы видите такие жесткие требования, то я думаю на собеседовании стоит ожидать и конкретных вопросов именно по этому фреймворку. От начинающего никто не ожидает быть прямо гуру и знать все подводные грабли этого фреймворка. Но иметь опыт написания хотя бы простейших приложений, типа там to-do листа или вывод каталога фильмов по данным из API, это явно нужно. Да, встречаются еще джуниор вакансии, в которых не требуют знания фреймворка. Но таких вакансий с каждым днем становится все меньше и меньше. Еще один момент, который заметил, это то, что Vue не только догнал Angular по количеству вакансий, но и немного его перегнал. Поэтому учитывайте эту информацию при выборе своего первого фреймворка для изучения. Мы дошли до пятого пункта в списке наших требований. Для меня лично это был в какой-то мере сюрприз. Я не ожидал, что он будет настолько востребованным. Это English. Та-дам! Ребята, из общей статистики примерно половина работодателей хотят, чтобы у кандидата был в загашнике английский. У всех разные требования, конечно. Кто-то просто хочет, чтобы разработчик мог нормально читать документацию на английском. Кто-то ищет такого кандидата, который сможет писать грамотные письма. Ну а кому-то необходимо, чтобы разработчик мог подключиться на Zoom call и объяснить на нормальном английском заказчику, над чем он сейчас работает или с какими сложностями он столкнулся. Понятно, что встречаются и те, кому необходимы разработчики, разговаривающие на английском не хуже Елизаветы и понимающие акценты не только техасских реднеков, но и англоговорящих представителей Индии и Китая. К счастью, таких пока единицы. Есть время подучить. Еще один интересный момент, это то, что в Украине и в Беларуси вакансии с требованиями знания английского языка доходили до 4 из 5. А вот на российском рынке все намного реже. Всего лишь одна вакансия из 5 требует английский язык. Короче говоря, английский уже must have. И эта тенденция будет только усиливаться. Планируйте его уже подтягивать и затачивать под техническую и деловую сферу. И самое главное, понимайте, что этот пункт в вашем резюме напрямую влияет на ваше преимущество и карьерный рост. И, наконец, шестой пункт, это Node.js. Ну, пугаться не стоит. От джуниор фронтенд разработчика никто не требует писать на ноде свой микросервис. Но вот понимание, что такое Node.js, как запустить в принципе скрипт на сервере, что такое сервер сайт рендеринг, это нужно. В большинстве вакансий Node.js идет не из масс требований, а будет плюсом. Но оно идет в половине вакансий. Так что, если вы желаете пробиться и получить желаемую должность, то, думаю, с нодой стоит потренироваться хотя бы немного. Ну и напоследок, бонусный седьмой пункт. Каждая третья компания хочет видеть у соискателя опыт работы с TypeScript. Для меня тоже это было немного неожиданно, но таковы реалии рынка. Да, часть вакансий отмечали это требование как желательно, а не обязательно. Но все же процент работодателей, которые желают видеть TypeScript в арсенале разработчиков, он растет. Поэтому, думаю, стоит пройти хотя бы какой-нибудь базовый курс по TypeScript, для того, чтобы понимать вообще принцип работы и хотя бы там базовый синтаксис. Тем более, если вы знаете современный ECMAScript, то считайте, половина дела уже сделана. Что осталось за кадром? То, что не попало в наши топ-7, но все же не единожды встречалось в вакансиях. Итак, это умение писать тесты, знание сборщиков типа Webpack, Gulp, паттерны разработки и ООП, понимание работы HTTP, HTTPS, Security и Performance, и работа с REST и GraphQL. Ребята, если вы недавно были на собеседовании на позицию junior или trainee front-end developer, напишите, пожалуйста, внизу в комментарии, какие требования на вакансию были лично у вас. Если вы уже овладели первыми шестью пунктами из нашего списка, то уже давным-давно пора бежать, собеседоваться и получать свою первую долгожданную работу, а вместе с ней драгоценный опыт коммерческой разработки. Если вы чего-то из этих шести пунктов не знаете, то это тоже не повод не искать сейчас работу, потому что вакансии очень разные и требования тоже разные. Я уверен, что вы найдете то, что подойдет вам наилучшим образом. И, конечно же, параллельно закрывать оставшиеся пробелы. Ну и, наконец, обещанный подарок. Я знаю, как это бывает сложно понять, насколько я готов уже к своей первой работе. Поэтому для вашего удобства я собрал чек-лист с наиболее распространенными требованиями в вакансиях на джуниор фронт-энд девелоперов. Мы их с вами разобрали в видео, а в чек-листе я дополнил их своими комментариями, поэтому вы можете себе распечатать или просто в электронном формате по ним пройтись и отметить себе, что из этого у вас уже закрыто, а что еще необходимо подтянуть. Это не только дисциплинирует, но и поддерживает самооценку. Ведь когда человек смотрит на реальные пункты, сколько он всего уже прошел, сколько всего он уже сделал, ему так легче становится поверить в свои силы и пойти собеседоваться. Ну и, конечно же, устроившись на свою так горячо желаемую первую работу, процесс обучения впоследствии никто не заканчивает. Дальше начинается все только самое интересное. Именно поэтому в следующем видео мы с вами рассмотрим большой родмап развития фронт-энд-разработчика. Поэтому прямо сейчас проверьте, подписаны ли вы на наш канал, нажат ли у вас колокольчик, следите за уведомлениями и первыми переходите смотреть свежие выпуски. Надеюсь, это видео вам было полезным. Поддержите, пожалуйста, его лайком и поделитесь этим видео с друзьями. До новых встреч. Пока. Хочешь продолжить смотреть интересные видео про фронт-энд? Кликай сюда.